Хочу просто вам процитировать один документ. По данным наших спешслужб, в ходе закрытой части наших беглых, переговорах в одной из стран, не называю по определенным причинам, представители Соединенных Штатов Америки озвучили следующие тезисы. С середины сентября по началу ноябра Соединенные Штаты ожидают существенную эскалацию военной обстановки как со стороны Москвы, так и со стороны Киева на фронте. Я хочу, чтобы это услышали и россияне. Мы до них не доводили пока эту информацию. Западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации. Вроде затихся, да, в курс зашли, уходят, уйдут. Украинцы там не удержатся. Но это не надо американцам. Надо, чтобы война продолжалась до последнего украинца, а еще лучше русского. Им нужна война. И это затихся, которое наступило на фронте, им не надо. Им нужна эскалация. Поэтому говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации ситуации. При этом речь идет не о вступлении вооруженных сил нашей страны в боевые действия. Мы этого никогда не сделаем. А об ответной реакции Киева на пролеты российских беспилотников через территорию Беларуси вплоть до атак на приграничные инфраструктуры. То есть американцы указали Киеву, если сложатся обстоятельства, атаковать нашу инфраструктуру по южной границе. Причина – российские беспилотники летают над территорией, рядом с территорией Беларуси. Но я хочу просто в связи с этим предупредить наших противников, наших соперников и тех, кто не понимает еще. Не надо этого делать. Это пойдет не на пользу не только региону Европы, но и всей планете. Нападение на Беларусь, запомните это, это Третья мировая война. Поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя. И второе. От беглых им не терпится вывести с арены политических действий президента Беларуси. Договорились о том, что Литва, как это было накануне или первые дни специальной военной операции в Украине, в России, инициирует в международном суде, уголовном суде в Гааге рассмотрение вопроса белорусского. Цель привлечь президента Беларуси к ответственности и выключить его из повестки. Как они пишут, чтобы президент Беларуси, если начнутся мирные переговоры в Украине, не смог принимать участие в этих переговорах. Они знают, что мы требуем, чтобы при заключении мирного договора в Украине были соблюдены интересы Беларуси. Там они не видят наше представительство. Мы, старшее поколение, полны желания передать вам мирную, красивую, достойную землю, где вы можете жить сами и растить своих детей. Никакие беспилотники, никакие ракеты дальнего действия им в этом не помогут. Я вам клянусь, что у нас есть чем ответить. У нас есть сделать так, чтобы они задумались, прежде чем двигаться в нашем направлении. Беларусь была и остается сторонницей мира. Наши масштабные мирные инициативы звучат с трибуны Организации Объединенных Наций. На площадках международных форумов мы предлагаем к обсуждению евразийскую хартию разнообразия и многополярности в 21 веке. Эта многополярность, знаете, кому не нужна, но этого уже не избежать. Эта многополярность не просто стучится в дверь. Она уже пришла к нам. Мы обязательно найдем выход из глобального кризиса безопасности, так как с нами, ближайшие наши союзники, многие-многие страны нашей планеты. Изолировать Беларусь не получилось и не получится. Верим, наступит день, когда в соседних государствах воцарится мир. И кровные братья, близкие и дальние друзья будут жить в согласии дружбы. Беларусь готова внести свой вклад в построение этого мира и делать для этого все. Но я уже говорил, белорусское миролюбие не следует понимать и принимать за слабость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова